Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня мы выходим одновременно и на телевидение, и радио Титим Сахарадиата. Режиссёры Мария Сунхалырова и Николай Слепцов. В студии редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче до основного политического события этого года остался ровно один день. Уже послезавтра все участковые избирательные комиссии откроются и начнётся трёхдневное голосование по выборам президента Российской Федерации. Подробности далее в нашей передаче. У нас в студии секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Алла Георгиевна Самойлова. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, уважаемые избиратели. Так, уважаемые избиратели, тоже вновь к вам обращусь. Наши телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Ну, если иногородние могут к нам позвонить, то, пожалуйста, можете набрать 8 гудок 411 2 и номера телефонов, о которых я уже сказал выше. Итак, Алла Георгиевна, скажем, что продолжается, наверное, уже завершающий этап подготовки к трёхдневному голосованию в Республике по выборам президента Российской Федерации. Пожалуйста, вам слово. Ну, выборы президента действительно будут уже через полтора дня, можно сказать. С 15-го числа, с пятницы начнётся голосование на избирательных участках. И основная задача, которая стояла перед избирательными комиссиями субъектов, это информирование избирателей, это организация процедуры голосования. Ну и, на наш взгляд, мы провели достаточно огромную, большую, ёмкую работу по обеспечению и реализации именно этих задач. Центральная избирательная комиссия, у нас была открыта, и сейчас в настоящее время работает горячая линия. Начали мы работу с декабря месяца. На сегодняшний день у нас уже поступило более 350 звонков от избирателей. Ну, звонки разные, разного характера бывают. Ну, в основном, конечно, это было связано с подачей заявлений по месту нахождения. Это были вопросы о том, где находится избирательный участок, ну, по каким документам голосуют. Большое, крупномасштабное информирование в этот раз было ориентировано на определенные... Ну, чтобы избиратели знали, когда у нас проходят выборы. На более чем 380 поверхностях у нас было осуществлено информирование. Это и на автобусах, это такие стандартные вывески, растяжки различные. Ну, и на цифровых экранах тоже у нас была информация о том, что выборы состоятся в эти дни. В республике был реализован впервые информ УИК, такой проект. Это поадресное личное информирование избирателей о предстоящих выборах. Обеспечивали такое информирование 2600 членов участковых избирательных комиссий. Им удалось достучаться практически до каждого избирателя. Мы, конечно, гордимся тем, что нами, ну, ими, вернее, да, обошли они более 300 тысяч избирателей республики. И удалось побеседовать с каждым избирателем. Основная задача, конечно, их была это объяснить о том, как будет проведено само голосование, в какие даты, кто кандидаты. И если у избирателей есть такая необходимость, то подать заявку на голосование вне помещения. И если есть необходимость, переместиться с одного участка на другой. Кроме этого, уже по организации самого процесса голосования Центральная избирательная комиссия обучала членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий. Нами было проведено несколько зональных семинаров. Обучение проходило на портале нашем. И еще Центральная избирательная комиссия сейчас, при ней есть центр обучения членов избирательных комиссий. Обучение происходило и там. Ну и один из принципов все-таки избирательного законодательства – это обеспечение гласности любых выборов. Вот поэтому нами была тоже проведена работа по установке видеонаблюдения на избирательных участках. У нас 790 постоянно действующих избирательных участков. Из них на 283 установлены видеокамеры. И как раз сейчас, вот сегодня, завтра проходит тестирование камер видеонаблюдения. Ну то есть тестируется их ракурс, правильно ли они стоят, все ли видно, все ли слышно. Для того, чтобы уже в дни голосования осуществлять трансляцию с этих камер. Ну все-таки, вот если отметить какие-то основные нынешние особенности предстоящих федеральных выборов, что бы отметили? Ну, конечно, сейчас выборы проходят в сложной геополитической обстановке. Поэтому обеспечить процедуру голосования, наверное, не так просто. Учитывая, что впервые на выборах президента Российской Федерации у нас участвуют 4 новых субъекта Российской Федерации. Это избиратели Луганской и Донецкой Народной Республики и Херсонской и Запорожской областей. Там, где военное положение, там проходит голосование по форме досрочного голосования. Оно уже идет с 1 марта, началось. Поэтому активные избиратели принимают участие. Кроме этого, я бы особенностью еще назвала, что на выборах президента трехдневное голосование применяется впервые. До этого в 2018 году у нас не было, у нас была однодневка. Вот, поэтому это тоже можно отнести к категории особенностей. Ну и еще в 29 субъектах Российской Федерации у нас применяется такая форма голосования, как дистанционное электронное голосование. К сожалению, наша республика не входит в число этих 29 субъектов. Но мы рады за коллег, за тех избирателей, у которых есть такая возможность. Надеемся, что в следующую избирательную кампанию наша республика будет в числе таких субъектов. Но все равно многие, наверное, все-таки воспользуются, да? Ну, конечно, это же очень удобно, потому что вы очень мобильны в этом смысле. Вы не привязаны к месту нахождения своего избирательного участка. Вы можете с любого мобильного устройства, со стационарного компьютера зайти, используя свой логин и пароль, и электронно проголосовать. То есть избиратель видит электронный бюллетень и голосует. Ну, конечно, это прогресс, это инновации, мы только за них. Конечно, но это все-таки входит в нашу повседневную жизнь, да, в том числе и в избирательные кампании. Конечно, потому что, мне кажется, это востребовано именно молодыми избирателями. Ну, вот численность избирателей, имеющих право голоса в регионе, конечно, меняется. Или уже все-таки окончательно определилось? Нет, численность, она будет меняться вплоть до 17 марта, до вечера. То есть у нас есть такое понятие, как число избирателей включенных в список. Они будут определены именно после 20 часов 17 марта, когда начинается подсчет голосов. Ну, а когда назначались выборы, назначала это выборы Центральная избирательная комиссия, и число избирателей, которое вошло, ну, например, для определения количества бюллетеней, которые будут доставлены в республику, берется на 1 июля 2023 года. Ну, вот у нас порядка, так, если говорить без деталей, да, то 640 тысяч избирателей у нас в настоящее время в республике. Но, учитывая, что сейчас действует система перемещения с участок на участок, все-таки еще их, наверное, будет больше, потому что к нам в республику закрепляются и избиратели из других регионов тоже. Ну, кстати говоря, вот за пределами нашей республики, конечно, многие якутяне, которые там проживают в разных, может, регионах, да, желающие все-таки проголосовать на выборах, имеют ли право, конечно, отдать свои голоса за того или иного кандидата. Все-таки, конечно, имеют полное право. Ну, конечно, активное право, то есть право голосовать, есть у любого гражданина Российской Федерации. Неважно, зарегистрирован ты, не имеешь этой регистрации. Поэтому принять участие, если избиратель желает, он сможет реализовать свое право на избирательных участках страны в целом. Вот те, кто якутяне у нас сейчас по каким-то причинам за пределами республики находятся, если они оформили вот эти заявления по месту нахождения, они вполне проголосуют. Ну, и мы, и республика приняла таких якутян из других регионов. Поэтому я думаю, что здесь реализация права, она вполне будет обеспечена. Так, телефоны прямого эфира, уважаемые телезрители и радиослушатели. Еще раз напомню, 32-00-66 и 32-11-66. Если есть вопросы к участнику нашей сегодняшней передачи, то, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Так, ну, теперь что касается вопроса, будут ли голосовать и якутяне, тоже многие задают наши избиратели, которые находятся в зоне специальной военной операции. Да, они будут голосовать, обеспечат их голосование избирательные комиссии на территории, в которых они находятся. Все эти избиратели учтены. Те, кто находятся, ну, исполняют свои обязанности в настоящее время, они по форме досрочного голосования голосуют. Ну, а те, кто в дни голосования сможет сам подойти на избирательный участок, который близко к их местонахождению, они туда подойдут. Вот те, кто вот очень часто нам звонят и тревожатся родственники тех военнослужащих, которые находятся в госпиталях, я думаю, что здесь переживать не надо. Каждый госпиталь, каждое медицинское учреждение, оно закреплено за определенной избирательной комиссией. Вот, и поэтому по списку руководителя этого учреждения передается информация о таких избирателей, и в дни голосования к ним подъедут уже по форме голосования вне помещения. Ну, по-простому говоря, вот с переносным ящиком приедут к ним. Понятно. И избирательные проголосуют. Ну, у нас вот в республике досрочное голосование продолжается, это известно. Тоже остались буквально, наверное, считанные часы до его окончания. И вот сколько приняло участие вообще избирателей, проживающих в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах? В нашей республике в 25 районах есть труднодоступные и отдаленные местности. В этом наша особенность. Есть определенные сложности, конечно, при организации такого голосования. Все-таки метеоусловие, это сейчас в Якутске тепло, и всего сегодня 11 градусов, да? А где-то на севере там все-таки есть и в юге, и пурга, может быть, да? Поэтому вертолет не может долететь. Это нам немножко мешает. А так, в целом, на сегодняшний день досрочное голосование у нас идет до 14 марта включительно. И из 16 тысяч заявленных на досрочное голосование у нас уже вчера на вечер проголосовало 10, ну, даже больше 10 тысяч человек. Поэтому я думаю, что за эти два дня, ну, остальные все проголосуют. В основном, это, конечно, оленеводы, работники метеостанции, это работники вахтовых поселков. Все, кто заявил о своем желании, ко всем доедут, долетят члены участковых избирательных комиссий. Понятно. Ага, скажите, пожалуйста, ну, теперь вот о общественных наблюдателях, да? Алла Георгиевна, вот несколько слов, пожалуйста. Они готовы, наверное, уже. Да, вообще... И сколько их будет? Да, наблюдатель — это отдельный такой статус в нашей избирательной системе. Есть определенные требования, кто может быть наблюдателем, кто не может. Но сейчас у нас выборы президента, и определено, кто имеет право назначить наблюдателей в составе участковых избирательных комиссий. Это сам кандидат, его доверенное лицо, это политическая партия, выдвинувшая кандидата. Ну, у нас в бюллетене один самовыдвиженец и три выдвинутых политическими партиями, и также субъекты общественного контроля. Ну, в нашем случае это может быть общественная палата Российской Федерации, либо общественная палата Республики. Ну, вот такое примерно. То есть где-то одномоментно на избирательном участке может быть восемь таких вот от разных субъектов выдвижения наблюдателей. Наблюдатели очень большие права широкие. Вот, они осуществляют и контроль, в том числе, за деятельностью участковой избирательной комиссии. У только наблюдателей и у аккредитованных представителей средств массовой информации есть право фотографирования и видеосъемки на избирательном участке. Они активно этим пользуются. Ну, а все списки уже сданы в территориальные избирательные комиссии. 11 числа был последний день направления таких списков, и они уже доведены до участковых избирательных комиссий. Так что уже каждая комиссия знает, сколько у них будет наблюдателей, кто эти люди. Но все-таки журналисты тоже аккредитованы сейчас, да? Ну, да. Уже вчера, по-моему, был последний день аккредитации. Последний день сдачи документов на аккредитацию. Ну, тут вообще, если это просто представитель средств массовой информации, он может прийти на заседание комиссии, присутствовать на агитационных мероприятиях. А вот аккредитованный представитель СМИ, он имеет право присутствовать в помещении для голосования. Ну, обычно это журналистам интересно. Ну, конечно. То есть, когда вскрываются ящики для голосования, когда осуществляется подсчет голосов, вот это самое интересное. Поэтому только аккредитованные СМИ. Ну, много у нас аккредитованы. Аккредитованы. Да. Ну, основная масса, конечно, в городе Якутске, но и в крупных городах тоже есть. И информация об этом тоже доведена уже до нижестоящих комиссий. Они уже готовы их встретить. Ну, таких у нас конфликтов не бывает. В принципе, все нормально проходит. Я думаю, что наши и телезрители увидят в дни голосования. Может быть, и себя увидят на экранах телевизора. Хорошо. Ну, еще раз напомните нашим избирателям, избирателям бюллетени. И как узнать адрес УИК все-таки, где они размещены. Все-таки интересуют избиратели. Саму форму и текст избирательного бюллетеня в данном случае утверждала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Наша задача была напечатать эти избирательные бюллетени и довести до уже ниже стоящих комиссий. Избирательные бюллетени напечатаны на русском языке. У них есть средства защиты в виде танкерной сетки. Кроме этого, на федеральных выборах всегда в качестве средства защиты есть специальный знак, который размещен в верхнем правом углу. И печать там стоит. Именно той участковой комиссии, где выдаются подписи двух членов комиссии. Все избиратели получат свои избирательные бюллетени. В руки выдается только один избирательный бюллетень. Но хочу сказать, избирателям так иногда бывает, что избиратель зашел, например, в кабинку для голосования, поставил отметку, выходит и говорит, что ошибся, проголосовал не за того кандидата. До тех пор, пока избирательный бюллетень не опущен в ящик для голосования, его можно поменять в участковой комиссии. Это называется «испорченный избирательный бюллетень». Комиссия даст... Ну, там, правда, есть целая система погасить его нужно, надпись надлежащую нанести на таком избирательном бюллетене. Но избиратель, если он считает, что он ошибся в своей отметке, то он вполне может получить и избирательный бюллетень. Что касается самих участковых избирательных комиссий, то можно позвонить... Во-первых, есть такой ресурс на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. У нас он прямо на главной странице, такой небольшой баннер висит, «Найди свой избирательный участок». Вы туда заходите, набиваете, ну, субъект сначала выбираете, потом адрес, ну, улицу, дом, например, и выпадает карта, и прямо вы там видите, какой избирательный участок. Если с этим не справились, можно позвонить по телефону горячей линии, который работает в Центральной избирательной комиссии. Это многоканальный телефон. Сначала ваш звонок попадет в Москву, потом будет переадресован сюда. Номер телефона 8 800 2 400 20, либо по телефону нашей горячей линии, которая у нас в Центрсбиркоме. Это 42 50 12. И назовете свой адрес, мы скажем, куда вам идти в дни голосования. Вот еще такой вопрос тоже молодых, конечно, интересует избирателей, да? Вот где-то 17 марта исполняется только-только 18 лет, да? А, все поняла. Ага, вот что делать в этом случае? Именно 18-го должен пойти человек и проголосовать, так ли? Ну, в соответствии с инструкцией по включению избирателей в список избирателей, определено, что если избирателю молодому 18 лет исполняется в воскресенье, 17 марта, право принять участие в голосовании у него уже возникает в пятницу и в субботу. То есть, да, если ребенку 18 лет в воскресенье, то в пятницу, в субботу его готовы встретить уже члена участковой избирательной комиссии. Вот, они ждут таких молодых избирателей, они готовят для них подарки. Ну, разные традиции есть на разных участках. На некоторых приветствуют стоя, на некоторых дарят шоколадку, кому-то дают диплом молодого избирателя. Но мы не только молодых избирателей ждем на своих избирательных участках, мы и ждем всех избирателей. Ну, и с большим уважением мы относимся к избирателям, которые в возрасте, которые уже 80+, 70+, 90+, у нас есть избиратели. Мы тоже их ждем и рады всегда встрече с ними. Они у нас самые активные избиратели. Да, кстати говоря, точно. Ну, надо сказать, что тем, кому 80+, 90+, да, может, им не поздоровится в эти дни, давление повысится, что-то, да, но они хотят проголосовать все-таки на этих больших выборах, да, в Российской Федерации. Куда они могут обратиться, позвонить, скажем так? Ну, сейчас наши участковые избирательные комиссии в каждом почтовом ящике оставили приглашение на выборы. Возможно, кто-то уже его достал. Если не достал, сходите, возьмите у себя. Да, да, да. Вот там указан номер телефона участковой избирательной комиссии, которая обслуживает именно этот дом. И нужно просто позвонить. Просто позвонить и дать заявку на голосование вне помещения. Если почему-то телефон не можете найти, то можно через соседей передать, кто уже проголосовал. Такие заявки принимаются до 17 марта, до двух часов дня. То есть даже в воскресенье можно их подать. Даже. Да, но если вы заранее звоните, например, сегодня, завтра или там 15-го, можно указать день, когда вы хотите, чтобы к вам подошли, в пятницу, в субботу или в воскресенье. И в назначенное время члены участковой избирательной комиссии подойдут. Голосование вне помещения. Законом определено причины. Ну и если человек подпадает под эти причины, то вполне можно голосовать на дому. Ну и вкратце в конце, пожалуйста, Алла Георгиевна, ваши пожелания избирателям. Буквально несколько секунд, скажем так. Так, 20 секунд. Так, ну мне бы хотелось сказать, что избирательная система республики Саха готова к проведению выборов. Мы ждем всех на избирательных участках. И я думаю, что 18 марта наша страна проснется с новым президентом. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиоотслушатели, у нас сегодня в студии отвечала на вопросы секретарь Центральной избирательной комиссии Алла Георгиевна Самойлова. Спасибо вам за участие в передаче. Ну а вы, уважаемые избиратели, якутяне, пожалуйста, проголосуйте все на выборы, как говорится. Да, приходите на избирательные участки. Мы продолжим после рекламной паузы нашу передачу «Якутск. Сегодня». Еще раз приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Это программа «Якутск. Сегодня». Продолжаем наш прямой эфир. В республике, как вы знаете, отмечается знаковая дата 30-летия Государственного собрания Иль-Тумэ, Республики Саха, Якутия. Три десятилетия назад создание двухпалатного парламента стало одним из ключевых этапов укрепления государственности Республики в составе Российской Федерации. И вот в связи с этим знаменательным событием мы пригласили в нашу студию заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тумэн седьмого созыва, председателя Постоянного комитета парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике по вопросам собственности и приватизации Юрия Михайловича Николаева. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемые слушатели, если у вас будут какие-то тоже вопросы к Юрию Михайловичу, то, пожалуйста, можете задавать их по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Ну что ж, Юрий Михайлович, как говорится по традиции, может, начнемте немножко издалека с историей. Ну вот в эти дни мы праздновали 30-летие Государственного собрания Иль-Тумэн Республики Саха и Якутия. Ну, есть немножко путаница в этом смысле. Некоторые люди говорят, парламентаризм создавался очень давно. История говорит о том, что вообще парламентаризм в современном мире создавался еще в Англии в XVIII веке. У нас тоже парламентаризм на территории Республики Саха и Якутия современной, он зарождался еще с точки зрения, связанного с самоуправлением. Первая Степная Дума, которая была в 1827 году, была впервые тоже, кстати, принцип избирательности уже в Степной Думе было. Есть полномочия, которым занимал земельный, поясоку. Степная Дума занималась примерно тем же полномочиям, который сегодня обладает парламент Республики. Ну, правда, Степная Дума не так долго там просуществовала, но, в принципе, она дала определенный стимул для развития самоуправления. И, наверное, правильно надо связывать там и парламентаризм на территории нашей Республики. Конечно, после окончания, ну, после совершения социалистической революции в 1917 году, конечно, в России не была воспринята Государственная Дума. Тогда, помните, Государственная Дума – это примерно такое название сегодня, да, у нас федеральное собрание носит. Конечно, это было принято как буржуазный термин, буржуазная система управления. Поэтому вот и в том числе и в Республике Якутска, скажем, в 1922 году, когда первая республика у нас появилась, тоже не было четкого понимания парламента. был верховным, как бы, уступением власти был совет, всеякутский съезд, точнее, да. И только вот в 40-х годах было принято решение, вот Чаровичайный съезд, всеякутский съезд принял решение о создании Верховного совета. И вот Верховный совет в течение 12 созывов был, вот, вплоть до 90-х годов, существовал Верховный совет, в котором депутаты избирались, как бы, не на постоянной, ну, работали не на постоянной основе. Это приезжали на пленарные съезды. Всегда не только президент Верховного совета обладал, как бы, на постоянной основе работал, да. И вот, когда, к сожалению, вот развалился Советский Союз и необходимо было принимать решение. Вот как раз 12-й Верховный совет, который сегодняшний парламент, современный парламент считает своим, вот мы являемся преемником 12-го Верховного совета, в котором надо говорить о том, что и Михаил Ефимович Николаев был представителем Верховного совета 12-го, и Кельмин Яковлевич Иванов. Об этих людях надо говорить. И вот именно эти люди заложили базу создания государственного собрания «Элтумен». Вот мы говорим в 1994-м году первое заседание парламента первого созыва государственного собрания. А вот Верховный совет сделал всю базу, подготовил, да, принял законы. Мы понимаем, в 1990-м году была декларация о суверенитете республики. Вот с началом создания нашей республики, конечно, было необходимо создавать вот такой совещательный орган. Ну, конечно, современный парламент, он носит три основных функции, законодательную, представительную и контрольные функции, которые сегодня и носят. Вот прошло уже 30 лет, мы сегодня уже сидем в созыве. Конечно, мы начинали первый созыв двухпалатного парламента, да, первый, второй созывы двухпалатные были. И уже в третьем созыве было избрано 70 депутатов. Из них 19 депутатов работали на постоянной основе. И вот эта система сегодня, вот до седьмого созыва сохранилась. Правда, добавилось партийное, как бы, строительство, да, партийная страна, 35 депутатов избирается по одномандатным. Ну, у нас 35 районов и 35, как бы, избирается, округов 35 избирается вот по одномандатным округам, а 35 по партийным спискам. Вот сегодня это и сохранилось. И, можно сказать, вот в целом парламент, современный парламент республики, он состоялся. И вот совсем недавно мы собирали всех депутатов 12 созыва, ну, кто смог подъехать, да, и всех созывов. Вот Ингусат Собрания Илтумен, были очень хорошие встречи, очень хорошие встречи с нашими, вот, Егор Михайлович Ларионов, который сегодня является аксакалом парламентаризма нашего, да. К сожалению, Климен Егорович Иванов не смог принять участие в состоянии здоровья. Вот, были очень хорошие наказы нам, молодым парламентариям. И поэтому мы считаем, что вот именно этот год, год 30-летия для нас является таким, ну, знаменательным для народных депутатов всех созывов. Да, Юрий Михайлович, ну, все-таки, вот, я, конечно, задался тоже вопросом, все-таки спрошу вас, вот, на ваш взгляд, необходимость перехода парламента на профессиональную основу? О чем мы уже давно говорили, вообще-то, и в ваших кругах, и среди депутатов, да, в перспективе она будет как-то реализована? Ну, скажем так, в принципе, оно обсуждается давно, на самом деле, наверное, вот с первого созыва, как создавать парламент, да, сколько человек должно быть, сколько депутатов должно быть. И вот было послание главы республики, это в шестом созыве, где-то в середине созыва, Айсен Сергеевич выступил, да, о том, что, в принципе, высказал определенное мнение, надо рассмотреть возможность вот создания, так называемого, профессионального парламента, да, это профессиональный парламент, понятие такое, что все работают на постоянной основе, то есть, сколько избрано, столько должно работать на постоянной основе. Ну, было мнение, все должны быть юристами, но вот само, сами полномочия парламента, да, вот понятно, да, юристы – это специалисты по праву, да, то есть, оно связано с законодательством, то есть, первая полномочия законодательства, в принципе, может быть, как бы, создана только юристами, да, но второе – представительская функция, да, то есть, мы должны, это народовластие, поэтому в парламенте представительская полномочия должна быть в полной мере, то есть, должны быть представлены все наши районы, ну, у нас республика очень большая, наверное, из-за этого, вот эта особенность нас, ну, определяет именно, вот, должны представлять все районы, да, если мы представительской функции снижаем, то есть, округа увеличиваем до определенного момента, да, у нас получат, у нас сегодня и то есть народный депутат, особенно это касается северных районов, которые представляют по пять районов, один депутат представляет пять районов, при том, эти районы находятся на больших расстояниях друг от друга, я имею в виду, чисто расстояние между районными центрами, но, поэтому, с этой точки зрения, конечно, вот такой чисто профессиональный парламент у нас не подходит, мы должны представить всю республику, с этой точки зрения, после многих дебатов на разных уровнях, на высоких уровнях и на уровне беседы с населением, все-таки, вот, после шестого созыва, седьмой созыв остался в таком виде, в котором был и в шестом созыве, то есть, 35 депутатов избирается по одномандатным, 35 по партийным спискам и 19 депутатов работают на профессиональной основе, являются руководителями парламента и руководителями наших комитетов и одной комиссии. Остальные народные депутаты приезжают, как бы, работать на несообразной основе. Вот это, в принципе, после обоснованных разных бесед, все-таки, пришли к общему мнению, что парламент, вот, на штате в таком виде, в котором сегодня она работает. Да, конечно. Юрий Михайлович, конечно, вот тоже один из таких вопросов, которые все-таки витают иногда, и в ваших кругах бывает, да, мнение о том, что парламент сегодня должен заниматься тем-то, тем-то, знаете, да, конкретика должна быть какая-то, вот, вы как на этот счет думаете, вот, здесь вот? Ну, конечно, каждый созыв, он имеет определенную специфичность, да, ну, вот, касается 12 Верховного Совета, который создавал базу для создания нового парламента в республике, да, создания новых законов, там, базовых законов, первый созыв, второй созыв, государственное собрание, Илтумен, конечно, создавали многие законы, даже впереди российских законов, да. Было такое, да. Да, закон образования, особенно касается наших особенностей, например, закон о кочевой семье, там, да, и так далее. Поэтому каждый созыв имеет определенный специфичный. Третий созыв, в котором я начинал работу, оно как раз касалось вопросов, вот, например, компании «Алроса», да, открывать его, там, приватизировать, не приватизировать, как защитить интерес республики в этой компании, и вот основная доля работы третьего созыва как раз касалась промышленности, сохранить ту промышленность, которая есть там, да. И вот каждый созыв имеет свои специфичности. Конечно же, сегодня, ну, наверное, все-таки в течение шести созывов многие базовые законы уже приняты, но есть вот такое, ну, тоже специфичность нашей работы, депутатской работы, у нас между федеральной властью и регионами полномочия разделены. То есть есть федеральная полномочия, есть полномочия региональная, есть полномочия совместного действия, да. В связи с этим вот по совместным действиям, конечно же, если изменяется федеральный закон, мы должны изменять свой закон. Это не какая-то там прихоть, да, только этим заниматься. И при этом же сохранить наши региональные особенности в этих законах. Поэтому говорить о том, что вот приведение в соответствии с федеральным законом, это просто так пшик, там, да, вот просто ничем не занимаясь, вот только приведением заниматься. Это непростая работа, как многие понимают, это, то есть мы должны при том, когда изменяется федеральный закон, должны максимально сохранить нашу региональную особенность. Вот поэтому сегодня говорить о том, что вот новых законов как бы нет, есть новые законы, да, у нас все равно жизнь меняется, да. Сегодня вот как раз специальная военная операция нам заставляет очень плотно заниматься защитой интересов наших военнослужащих. Это новые, ну вот наш президент тоже говорит, кроме тех законов, кроме тех оказания помощи с федеральной, там, вы региональные власти должны создавать свои, там, да, и этим мы сегодня и занимаемся. Поэтому работы достаточно много, и работа есть на перспективе очень, как бы, долго там. Да, действительно. Юрий Михайлович, вы возглавляете один из самых основных, я бы сказал, постоянных комитетов в парламенте, да, это вот бюджет, финансы, налоговая и ценовая политика, вопросы собственности, приватизации. Все-таки вот вы как считаете, вот если обратиться к посланию федеральному собранию президента России Владимира Путина, очень много там ведь говорилось о развитии регионов, о поддержке регионов, в том числе и бюджетной, финансовой ее стороне. Вот как можете прокомментировать? Некоторые, у нас осталось буквально где-то минуты четыре, наверное. Особенно вот касаясь этого обращения, послания президента, вот меня удивило то, что многие ожидали больших, как бы, направлений послания, вот касаемо специальной военной операции. Но оказалось, наш президент думает далеко вперед, будущее. То есть это уже, считай, эта победа будет, вот с этой точки он начинает развивать. И основное, которое он обратил внимание, это развитие наших регионов, развитие будущего наших регионов. Поэтому то, что касается дать возможность использовать федеральные средства для развития наших регионов, это касается и наших кредитов, и бюджетных кредитов, и использования средств, которые экономили из национальных проектов. Это все должно остаться, вернуться в регион. Это вот самый главный посыл. То, что касается налогообложения, очень интересное, как бы между строк можно прочитать. Во-первых, очень много расходов он обозначил. Понятное дело, чтобы обеспечить эти расходы средствами, конечно, налоговая база должна работать. То есть должна быть база, основная сумма состоит где-то из налогов. Но тут он в налогах сказал, что все-таки богатые должны платить налогов больше, бедные меньше. Это касается не только физических, это касается и предприятий, которые имеют определенные большие прибыли, корпоративные прибыли, и оно должно облагаться большим. Поэтому сегодня и у нас, региональных парламентов, и Государственная Дума, Советы Федерации, сегодня идет очень большая работа по, наверное, современному налогообложению. Поэтому у нас, еще раз повторяюсь, работы очень много, и как раз для исполнения, в том числе, послания президента Российской Федерации. Юрий Михайлович, ну остается совсем немного времени, но хочу все-таки тоже задать вопрос. Вот все-таки государственный бюджет республики Сахая-Якутия, но все-таки ожидается в этом году, наверное, ее корректировка на ближайшем пленарном заседании. С чем это связано? Надо говорить о том, что мы бюджет 2024 года верстали в декабре 2023 года, мы начали с суммы более 302 миллиардов рублей. А в 2023 год мы начинали с суммы 272 миллиарда рублей. То есть мы уже с большим увеличением доходной части запланировали. Сейчас вот предстоит корректировка бюджета, в основном это коснется тех остатков, которые в бюджете остались. Это порядка 9 миллиардов рублей. Ну, наверное, очень большая сумма уйдет на исполнение как раз в том числе послания. В том числе исполнение утвержденной мастер-плана города Якутска, где сидит у нас мост. То есть мы планируем сейчас уже рассмотреть софинансирование этих больших объектов, в том числе нашего моста. Поэтому сегодня мы ждем этого проекта закона. И как только внесется, мы будем заниматься с народными депутатами по принятию этой поправки, корректировкой нашего бюджета 2024 года. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, у нас сегодня мы в прямом эфире обсуждали как раз 30-летие образования госсобрания Ильтумен Республики Саха-Якутия. И я думаю, что хочу сказать спасибо Юрию Михайловичу Николаеву за то, что нашел время и так подробно нам сегодня рассказал, ответил на наши вопросы. Приглашайте, мы готовы сотрудничать, общаться. Мы тоже готовы. На этом наша телевизионная и радиопередача Якут сегодня подошла к концу. Ее подготовил и провел редактор Юрий Сергеев. До свидания. До новых встреч в эфире, уважаемые якутяне. Всего доброго. До свидания.